Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие Слово Божие. Продолжаем с вами изучение Евангелия Атаана на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 15 главу. Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, или не может на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь в лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем. Тот приносит много плода. И вы без меня не можете делать ничего. Такие слова говорит Господь Иисус Христос своим ученикам. Это, в общем-то, слова и прямая речь Господа и Спасителя Иисуса Христа ученикам перед Его вознесением. Видим, что Господь подчеркивает очень важную истину для своих учеников и для нас с вами. Она состоит в том, что тот, кто со Христом, кто на лозе, такой интересный образ, образ лозы, тот и со Христом. То есть, Господь здесь хочет сказать, как лоза питается от одного корня, одними соками, так и ветви. Поэтому здесь, как бы в некой мере уже говорится о сущности единения в церкви. Эта тема далее будет Господом и Спасителем раскрыта более подробно своим ученикам. Сейчас Господь, как бы здесь полагает, такое основание этой важной темы единства во Христе и единства в церкви. Когда мы читаем с вами эти строки, то невольно задаемся вопросом. И сегодня есть такая, ну уже даже не сегодня, она давно существует, такая теория о том, что якобы, теория ветвей церквей. Что якобы, ну главное, что христиане, верим мы как хотим, не важно как верить, главное, что мы верим во Христа. А как верить, это уже дело второе. И часто эти люди ссылаются на именно слова Спасителя, которые мы с вами прочитали. То есть мы ветви, вот есть одна ветвь христианства, есть западная, есть восточная ветвь христианства. Неважно, главное верующие, поэтому мы составляем здесь единство, такое экуменическое единство. Неважно, какое исповедание, все отставляется в сторону догматы. Ну догматы это были раньше, они не настолько действенны в современном мире и прочие вещи. Но это не совсем так. Все эти теории, вся эта теория на самом деле, она не имеет ничего общего с тем, что говорит Спаситель и с тем, о чем учили отцы учителя церкви. Например, прежде чем рассмотреть вот эту важную такую составляющую, давайте посмотрим сначала некоторые, рассмотрим некоторые слова. Некоторые слова, которые говорит Спаситель. Например, он говорит о том, что вы очищены словом, очищены через слово. Можно задаться и другим вопросом, прежде чем перейти вот к теории ветвей, задаться другим вопросом, почему Спаситель говорит, что очищены словом, а не крещением, например. Ведь мы знаем, что мы очищаемся крещением от всякого греха. Блаженный Августин объясняет это следующим образом. Он также задается этим вопросом, как и мы с вами, почему, цитата, не говорит он, вы очищены через крещение, которым омылись, но через слово, которое я проповедовал вам. Не потому ли, что в воде уже присутствует слово, которое очищает? Убери слово, и вода останется не более, чем водой. Слово, наставление в вере, соединяется с элементом воды, и возникает таинство. И далее Блаженный Августин предлагает нам, почитай, пишет он у апостола, «Возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить, очистив баню водную посредством слова». Посланник Ефесиным, 5 глава, 25-26 стих. «Откуда иначе стоили великой силы у воды?» Продолжает Блаженный Августин, «что она, соприкасаясь с телом, омывает душу. Причем не тем, что слово просто произносится, но тем, что в него верят. Слово веры обладает такой силой, что через верующего, служащего, погружающего и окропляющего она очищает даже крохотного младенца, который не способен ни верить, ни устами исповедовать ко спасению». Мы видим, что здесь уже Блаженный Августин говорит о важности исповедания веры. «Очисяемся через слово». Но слово бывает истинное, а слово бывает и ложное. Может ли очистить ложное слово человека от нечистоты? Нет. Нет. Чье слово освящает человека? Слово твое сказано, есть истина. Слово Христово. Сам Христос стал логосом, он есть слово, и он очистил нас от всякого греха. Где? На Голговском кресте. И когда мы говорим о теории ветвей, что вот и те, и инославные, и прочие, прочие, они составляют как бы церковь, и некоторые люди подтверждают это стихами, которые мы с вами прочитали, это будет неправда. Неправда. По одной лишь той причине, что не может быть много Христов, очищающих свою церковь. И здесь сказано, церковь, она одна. Очистил церковь, а не церкви свои. Видите, как посланник Ефесиным очень важно здесь подчеркивает Блаженный Августин. Я не случайно выбрал Блаженного Августина, потому что он именно один из любимых писателей, на которых ссылаются и кальвинисты, и ремокатолики, и прочие, прочие западные исповедания. Блаженный Августин, ну для них некий такой вот эталон. И вот смотрите, он именно так и говорит. Возлюбил церковь, приводит эту цитату апостол Павла, предал себя за нее, церковь одну, чтобы осветить ее, одну церковь, водную баню посредством слова. Итак, видим, что далее, если говорить, в чем состоит вообще единство. Единство не только в вере. Вот поверили, те поверили, что Христос умер и воскрес, и эти поверили. Баптисты поверили, адвентисты тоже верят, что Христос умер и воскрес. Баптисты верят, что Христос умер и воскрес. А между баптистами и адвентистами одно исповедание веры? Нет. У баптистов свое исповедание веры, у адвентистов другое исповедание веры. Они, например, почитают субботу вместо воскресного дня, у них есть 28 пунктов свои вероисповедания. Одинаковые? Нет, не одинаковые. В чем же единство? Отцы церкви, например, Иустин Попович преподобный, он подчеркивает, что единство в Евхаристии. Как узнать, находится человек с нами в церкви или нет? Как это узнать? Есть ли есть евхаристическое общение? Нет евхаристического общения? Нет. Значит, человек не находится в единстве в церкви. Смотрите, что пишет преподобный Иустин. Пишет об этом, как о всеистине. Всеистине. Вот цитата. Святая Евхаристия — это всеполнота церкви. Она — это живой, всесовершеннейший богочеловек Господь Христос, который в своей богочеловеческой всеполноте весь обитает в церкви во все века. Он всегда таков, каков в святой Евхаристии. Всегда таков для каждого причастника и в каждом причастнике. И через все это Он — наше освящение, наше преображение, наше спасение. И все это обретается в богочеловеческом теле церкви через причащение святым евхаристическим телу и крови Спасителя. «Обретается и постигается. Как тело Христового Евхаристия есть церковь, так и церковь есть Евхаристия. Ибо ею и в ней мы находимся в соборном всеединстве со всеми святыми». Конец цитаты. Это соборное творение преподобного Устина Поповича, том 3, страница 519. Так пишет он, что единство может быть только в Евхаристии, а не просто в вере. Потому что и бесы веруют, что есть Христос. И бесы веруют. Веруют, что Он был распят на кресте, что Он умер, что воскрес. Конечно, веруют. Они это даже знают. Они это видели. И дьявол это видел, что Христос умер, воскрес. Но что делают, как сказано? Трепещут. Они не верят. Они не любят Христа. Поэтому что такое Евхаристия? Это благодарение. Может дьявол благодарить Бога? Нет. Что он может делать? Трепетать перед Богом, как сказано. Веруют, но трепещут. Боятся. Чего они боятся страшного суда? Потому что выбрали для себя страшную участь противления Богу. Сатанос так и переводится, как противник. Поэтому мы видим с вами, что Евхаристия это благодарение Богу. Смотрите, что пишет, например, святитель Иларион Троицкий. Такие у него удивительные слова. «Смысл таинства причащения в его церковности. Вне единства церковного нет и причащения. Весьма знаменательно, что в святоотеческой письменности единство церковное поставлено в неразрывную связь с таинством тела и крови Христовой». А вот, например, Сергий Строгородский. Он подмечает это еще в советские времена. Подмечает очень интересную тему, о которой мы с вами говорим. «Пусть у инославных будут некоторые таинства, но в церковной Евхаристии инославные не участвуют. Господь же сказал, если не будете есть плоти Сына Человеческой и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие Атана 6, 53. «Правда, и инославные совершают в себя Евхаристию, но ни мы не можем участвовать в их Евхаристии, ни они в нашей. А Евхаристия и есть именно единение причащающихся за Христом и во Христе между собой. Значит, если мы с ними в Евхаристии разделяемся, какая-нибудь из сторон совершает Евхаристию неистинную. Двух не сообщающих между собой Евхаристий, одинаково Христовых и одинаково Истинных быть не может, так как не может быть двух Христов и двух Церквей». Конец цитаты, пожалуйста. Очень конкретно на основании отцов делается патриархом Сергием, Строгородским, ну по-разному иногда относится к патриарху Сергием Строгородскому, что вот он там, были какие-то у него обновленческие там вот позывы, там сотрудничество с властью, но смотрите, он это даже говорит, он говорит о том, что двух Христов и двух Церквей быть не может, как не может быть двух Ехаристий. Поэтому тот, кто на лозе, тот ветвь всякая на лозе, это не что иное, как поместные Церкви в единстве веры во Христа. Поместные Церкви, греческая, например, православная Церковь, с которой есть у нас евхаристическое общение, сербская православная Церковь, с которой есть евхаристическое общение, черногорская, другая, болгарская Церковь, в которой есть евхаристическое общение. Вот что объединяет нас. Правильное исповедание веры и евхаристическое общение. Все, что откалывается, это ветви, о которых скажет дальше Христос, которые отсекаются. С ними что происходит? Они бросаются куда? В огонь вечный. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь иссохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Очень интересны здесь эти слова. Христос как бы нас этими словами вводит в таинство Святой Троицы. Он говорит, как Отец меня возлюбил, так и я люблю Отца. И так и вы, как он об этом говорит, если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в его любви. То есть он показывает вот это единение, любовь, сок подчинения как бы во Святой Троице, Отца, Сына и Святого Духа. Уже единосущность, особенно здесь показывает вот эту двоицу, то есть Отца и Сына. И Христос как бы вводит и приглашает нас в это участие, быть участниками жизни в Святой Троице. Каким образом? Как это можно для нас? Соблюдает, говорит, заповеди мои. Помните же эти слова. Единственным признаком любви к Богу есть исполнение Его святых заповедей. Если любите меня, исполните заповедь мою. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет и радость ваша будет совершенна. Сие заповедь моя, любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, если кто положит дужу свою за друзей своих. Очень интересное есть истолкование. Сие заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Свидетель Киприан Карфагенский пишет. Пишет в своем сочинении «Бог есть любовь». Смотрите, цитата. В Царствие Небесное не может привести разногласия. Разногласия в вере не приводят в Царствие Небесное. И награды Христа, сказавшегося, я и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас, не может обрести тот, кто вероломством раздора. Вероломством – это очень важное слово. То есть сломал веру, правильную веру, исказил ее. И из-за этого произошел раздор. Так и пишет. Вероломством раздора осквернил любовь Христову. Кто не имеет любви, тот не имеет Бога. Вот голос блаженного апостола Иоанна. «Бог есть любовь, и пребывающая в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Конец цитаты. А как пребывать в любви? Исполнять заповеди Божии по отношению друг к другу. Что значит пребывать в любви? Ефрем Сирин преподобный об этом пишет. Смотрите, как цитата. «Как объяснить сказанное Христом, как я возлюбил вас? Давайте положим душу свою за друзей своих», — сказал он. «Но мы не способны даже жить друг для друга». Не то, что души полагать, так пишет преподобный Ефрем. «Мы, — говорит, — не способны даже жить друг для друга. Если я, Господь Бог ваш, умираю за вас, то сколько более вы должны умирать друг за друга». Конец цитаты. Очень интересные слова преподобного Ефрема Сирина. Говорит, мы даже не способны жить друг для друга. Давайте просто честно посмотрим, но я не знаю, кто, может, достиг такой святости. Ведь никого, по сути, не любим. Даже самых своих близких, самых родных людей. Большей степени. Ну, любим, конечно, но после себя. Себя мы любим больше. Вот я, да. А все остальные, но они, конечно, тоже мои любимые. Ну, на втором-третьем месте. Я, конечно, сам себя любимый, сам любимый на первом месте. Даже жить, говорит, не то, что душу полагать. Он говорит, давайте хотя бы жить друг для друга. А Христос создал человека, чтобы человек жил один для другого, для Бога, друг для друга. В этом есть заповедь. Помните? Какая наибольшая заповедь в законе, когда спросили на Христа? Он говорит, любовь к Богу, любовь к ближнему. И мы читаем далее. Нет больше той любви, как сказано уже было, как если кто положит душу свою за друзей своих. И смотрите, смотрите, что дальше говорит Христос. Вы друзья мои. Вы друзья мои. Если исполняете то, что я заповедую вам. Друзья. Он говорит, не называю вас рабами. И раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Господь не называет нас даже рабами. Он говорит, вы друзья мои, если только исполняете заповедь Божия. Очень важно здесь понять, с кем мы с вами дружим. С тем, с кем мы с вами кто. Мы говорим, вот этот человек меня понимает. Вот с ним интересно, с ним можно пообщаться. Можно что-то даже открыть ему из своей жизни. Он меня понимает. А вот этот человек меня не понимает, он меня не слышит. Вот исполнение заповедей, это научиться слышать Бога, то, что он нам говорит. Ведь он говорит нам. Не осуждай, не завидуй, не превозносись. А мы что делаем? Осуждаем, завидуем и превозносимся. Господь нам говорит, ты не слышишь что ли? А мы и не слышим. Что значит, вот как мы своих детей воспитываем? Иди сюда, ну-ка сядь сюда. Нет, делает по-своему. Ты что, не слышишь меня? Мы приходим в раздражение. Бог, конечно, так не раздражается. Но он любит нас. Поэтому посылает какие-то скорби по мере тех, которые мы можем снести, для того, чтобы действительно мы сделали так, что полезно ради нашего спасения. Поэтому такое впечатление, что мы как бы имеем уши и не слышим, имеем глаза и не видим. Мы не слышим Бога. То есть, слышать Бога, это значит, слышать его заповедь. А слышать полностью мысли этого слова, значит, ее исполнять. И тогда нас Господь называет своими друзьями. Смотрите, в какие объятия Господь нас заключает. Он нас вводит в полноту Святой Троицы, в Святой Евхаристии. Он говорит, не называя вас уже рабами, но друзьями. Да, передавайте привет новоязычникам. Это руки че-то о том, что вот ваш Бог, вы там рабы. Читайте внимательно Евангелие. Бог хочет, чтобы мы были друзьями, но только те, кто исполняет его заповедь. А апостол Павел, когда говорит себе, я раб Божий, он просто не дерзает, говорит, о том, что я друг, потому что знает, что разве он все заповеди исполняет? Говорит по смирению. Итак, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы ушли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. То есть, Христос избирает своих учеников, посылает их на проповедь. Но не просто избирает избранничество ради избранничества, а для того, чтобы они приносили плоды. Какие плоды? Плоды людей, обращенных ко Христу. Возьмите, например, таких выдающихся миссионеров, как святитель Иннокентий, как Николай Японский, как Германа Ляскинский. Это люди, которые шли в глухие места, совершенно не понимали, что их там ждет. Но они душу свою действительно полагали за людей, для того, чтобы принести плод и исполнить заповедь Христову. Сие заповедь даю вам, да любите друг друга. Снова повторяет Христос. А выражение любви именно в самопожертвовании. Христос пожертвовал собою ради нас. И говорит, все, что не попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам. Если мир ненавидит вас, теперь Христос приходит к второй части всех предупреждений апостолов. «Знаете, что прежде вас возненавидел меня». Он как бы подготавливает своих учеников к тому, что люди будут ненавидеть. А действительно так и было. Вот в древние времена, когда были первые гонения на христиан, можно почитать некоторые документы, язычники, римляне, они не ненавидели христиан, потому что они не понимали, как это так, они отдают последнее друг другу. Они стараются друг другу помочь. Они рискуют своей жизнью ради другого человека. Они этого не понимали. И это их раздражало. И вот этот мир будет раздражать именно христианская любовь. Потому что этот мир развратил понятие любви. А христианская любовь их будет раздражать. Потому как по причине беззакония во многих охладеет любовь. Настоящая любовь, любовь по заповеди Христовой, она охладела в людях. Люди ищут своего. А о любви сказано у апостола Павла, что любовь не ищет своего. Не превозносится, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывается им верить, нам все надеется. Поэтому Христос приготавливает своих учеников, говорит, как меня гнали, так и будут гнать вас. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, то я избрал вас от мира. Потому ненавидит вас мир. Поэтому это еще очень хороший индикатор. Если мир любит нас, значит, мы обмерщвелись. Значит, пошло какое-то обмерщвление среди христиан, если нам хлопает везде в ладоши. А если есть какая-то такая вот ненависть по отношению к нам, вот слава богу, на Яндексе читаю, что много там средств массовой информации, недовольны где-то церкви, этом там не понравилось, тут батюшка не тот, это что-то не там, там построили не так. Ой, я прям сразу вспоминаю, Иван, где от Луки, где Господь говорит своим ученикам, радуйтесь, если, да, горе вам говорит, если о вас все будут говорить хорошо. Ой, значит, одно горе мы избежали. Не все говорят о нас хорошо, уже хорошо. Значит, на правильном пути, значит, церковь, как корабль, ведет своих чад в истинное спасение в Царстве Божьем. Поэтому Христос предупреждает. Но я избрал вас от мира, потому что мир, потому ненавидит вас. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все, то сделаю вам, все, то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Видите? Удивительные, кстати, слова. Почему, за какое имя, за имя Христа. Почему сделают, почему будут гнать, потому что не знают кого? Бога Отца. Сегодня говорят, мы единство вере. Бог един, Бог един. Если Бог един, то надо уверовать во Христа, потому что Христос рожден от Бога Отца. Но Христос здесь предупреждает как раз тем людям, которые говорят о том, что Бог един. Меня, говорит, гонят, потому что не знают Отца. То есть Бога одного, единого. Но все, что сделают вам во имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я пришел и не говорил им, то не имел ли бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Вот так. То есть Христос говорит о том, что теперь извинений не будет, потому что если бы не было меня, можно сказать, мы не слышали или не знали. Это такая, знаете, отговорка двоечника. Он всегда, Вася, ты почему домашнее задание не сделал? О, меня не было на прошлом уроке. Или, а я не знал. Или, а я забыл. И прочие вещи. Теперь уже такого извинения не будет. Знал, слышал. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящие меня ненавидят и Отца моего. Слышите? Те, кто говорят о том, мы верим в одного единого Бога. Но кто ненавидит Христа и отвергает Христа, тот ненавидит и не знает Отца. Как это связано? Мы верим в единого Бога. Но в единого Бога вы, святой Троицы. Бог един, когда говорят. Я всегда спрашиваю, с кем? Такой недоуменный вопрос в глазах человека. С кем? С кем? Един Бог? Нет, Бог един. Отец, Сын и Дух Святой. Един вы, святой Троицы. Согласны? Нет, не согласны. Ну, извините. Тогда у вас какой-то другой Бог. Нет, он мог, Бог-то над всеми един. Ну, ваше исповедание, ну, другое. Значит, вы верите в другого Бога. Если бы не я сотворил между вами дел, каких никто другой не делал, то имели бы, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели, и меня, и Отца моего. Видите, эта мысль везде подчеркивается. И меня, и Отца моего, и меня, Отца. Но сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Христос предупреждает своих учеников сначала о единстве во Христе, у одной церкви, единстве в Ихаристии, потом о гонениях, но, говорит, не бойтесь и не устрашайтесь, потому что придет Дух утешитель. От кого он исходит? От Отца. Это, на самом деле, как бы, можно показать эти слова тем людям, которые оспаривают исхождение Святого Духа от Отца и от Сына. Так называемо известна нам ересь Филиока. Дух, сам Христос, говорит здесь в 15 главе, Дух истинный, который от Отца исходит. Христос рождается от Отца, Дух Святой исходит от Отца, все это таинство. И это очень важно. Некоторые говорят, ну какая разница, ну что вы там в этих догматах запутались, ну это же древняя философия, исходит-то от Отца или от Сына, ну в чем вообще? Скажу очень кратко. Этот формат не позволяет развернуться по полнодогматическому богословию, по всем Вселенским соборам и канонам. Насколько это возможно. В чем здесь сложность? Почему здесь нет единства? Сказал, ну какая разница? Есть разница очень серьезная. В чем? В хулены Святого Духа. Здесь хула на Святого Духа. Если Дух Святой исходит и от Отца, и от Отцына, и от Сына, то это означает, что Дух Святой как бы раздвоился. И Он умаляется. То есть Он как Личность, а Дух Святой это Бог. Это не просто благодать Святого Духа. Благодать Святого Духа это другой. Благодать Святого Духа может исходить и от Отца, и от Сына, и от Духа Святого благодать. Но Дух Святой как личность не может раздвоиться, как это шизофрения будет Дух Святого, Господи помилуй. Поэтому Дух Святой – это личность, которая не может раздвоиться, как это шизофрения получается. Дух Святой исходит от Отца, здесь есть четкая иерархия ценностей, а Христос рождается предвечно от Отца. Это очень важно, но это кратко так. Поэтому, когда говорится, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, это умоление Святого Духа Хула, на Дух Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. Снова повторю очень кратко. Итак, мы видим с вами, что Христос подчеркивает главные истины. Единство во Христе и в Харистии Он глаза, а мы ветви. Что будут скорби на христиан по причине умножения беззаконий, во многих охладеет любовь. И здесь подчеркивается очень важная и истинная слова Христа – исхождение Святого Духа от Отца. Будем веровать во единую Святую Троицу, единосущную и нераздельную. Аминь.